Логотерапия И доказать правоту этого подхода ему было судено на собственном опыте В 42-м году Виктор Франков был депортирован в Концлагерь Морозным днем под ледяным ветром я ковылял в колонне из лагеря на рабочую площадку Чуть не плача от боли в распуш и покрытых язвами ногах Ум мой был неотступно занят тысячами проблем нашего жалкого существования Мне самому уже противно, что под давлением жестокой необходимости Меня ежедневно, ежечасно одолевают только такие вопросы И вот тут-то я использую свой прием В следующее мгновение я вижу себя стоящим на кафедре в большом, ярко освещенном, красивом зале Я делаю доклад, и все, что угнетает и мучит меня сейчас, видится уже с высоты научного анализа Я мысленно поднимаюсь над действительностью Уникальность, присущая каждому человеку, определяет и смысл каждой отдельной жизни Неповторим он сам, неповторимо то, что именно он может и должен сделать В своем труде, в творчестве, в любви Осознание такой незаменимости формирует чувство ответственности за собственную жизнь За то, чтобы прожить ее всю, до конца, высветить во всей полноте После освобождения Франкл продолжил врачебную практику В 1946 году он закончил свою всемирно известную книгу «Сказать жизни да!» психолог в концлагере Франкл стал почетным профессором десятков университетов Всего он опубликовал более 30 книг И в настоящее время созданная им логотерапия как никогда современна Субтитры создавал DimaTorzok